Идем в браузер, любой браузер, набираем в поисковике «Я класс» и выбираем, тут же он попадается нам «Я класс» и мы идем на главную страницу. Вот и есть здесь на вкладке «Для учителей», «Для школьников», «Для родителей». Выбираем «Для учителей», соответственно, здесь надо зарегистрироваться. Без регистрации сейчас уже ничего нельзя. То есть раньше можно было зайти там, посмотреть, почитать хотя бы материал, сейчас уже вроде как ничего нельзя. То есть обязательно надо регистрироваться. Ну это не проблема, регистрируемся, то есть указываем свои данные. Что касается школы, есть у нас наша школа, но обязательно вводите Мурманская область. То есть Кировск, город Кировск, Мурманская область. Вот поселок Кашево уже есть. У нас 24 пользователя. Для такого маленького поселка это неплохо. Собственно, заполняем, регистрируемся, входим. Ну у меня уже заполнено и сохранено всё, поэтому просто нажимаем «Впустите меня» и попадаем. Всё, что с пометкой «Я плюс», это всё платное. Цена там 1300 рублей в год, 300 рублей на один месяц. То есть, в принципе, я не пробовала ещё этот вот платный, то, что они здесь предоставляют. Ну думаю, попробовать. Возможно, имеет смысл в год заплатить 1300, делать домашние задания и там создавать там свои классы. Но по этому поводу ничего не могу сказать, просто потому что я этого сама не делала. Про дистанционное обучение. Есть тут уже. Подсуетился я класс, да. То есть, да, тут многое будет платно. То есть, вот пометка «Я плюс», это значит, будет у нас платно. Ну, посмотрим пока, что нам здесь предлагают бесплатно. Вот слева мы выбираем предметы, да, предметы. Здесь я про свои предметы буду говорить, про все я не могу сказать. География укомплектована по 7 класс, 8, 9 нет. То есть, не доделана она. Химия. В нашем случае, 8, 9 класс, она укомплектована полностью. Есть и органика, есть всё, что угодно. Дальше. Посмотрим биологию. Биология. 5 и 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9, 11 класс. То есть, она укомплектована полностью. Значит, на счёт 10-11 класса ничего не могу сказать. И, в принципе, биологию я пока посмотрела не всю, поэтому не могу ничего сказать. Но география и химия, она идёт по ВГОСу. И что касается химии, то там материал изложен просто великолепно. По географии тоже неплохо. Единственное, что иногда там бывает перебор. Вот возьмём, например, географию 5 класс, да. Наука о природе, методы географических исследований, всё замечательно. Теперь берём литосферу, да. Разнообразие горных пород. Ну, переходим, соответственно. Здесь и технологическая карта есть, и теория по пунктам изложена, и задания здесь даны. То есть, можно выбирать сразу задания. Ну, пойдём в теорию. Возьмём минералы, да. Прекрасно изложена теория. Всё замечательно. Но для 5 класса очень много. Вот тут, например, цвета в названиях минералов. Для общего развития, конечно, оно пойдёт. Если там ребёнок интересуется этим, всё замечательно. Но вообще это очень много. То есть, в 5 классе столько не надо. Тут даже вот про нашего ферстмана есть. Дальше. Идём, да. Здесь будет задание. Задание тестовое. Если нажать правой клавишей мыши, появится вот такая менюшка. Сохранить у меня не получилось. Сразу скажу, не сохраняет почему-то. Печать, да. Можно распечатать это задание. Вот оно. Но оно будет одно. Оно будет одно. То есть, его, ну, тратить лист на одно задание – это слишком круто. Можно сделать по-другому. То есть, выделить и скопировать, например, в Word. Вот так. Скопировали. Естественно, в Word это всё придётся править. Там выбирать шрифт нужный. Ну, пусть там будет, не знаю, ареал, да. Выбирать цвет. Убирать что-то лишнее. Но, в принципе, из таких вот тестов можно сделать контрольную или какую-то проверочную работу. Это удобнее. Удобнее, чем выдумывать там из головы. Ну, а брать из учебника, вы сами прекрасно понимаете, они просто всё это с интернета там спишут. То есть, смысл тоже большого нет. Задание. В интернете найти трудно. Потому что формулировка и подача такая, что, ну, трудно понять, на что дан ответ. И опять-таки, здесь, если вы ответили неправильно, давайте сейчас попробуем. Вот у нас. Посмотрим. Минералы это. Природные тела, состоящие из одного из нескольких минералов. Природные вещества преимущественно кристаллического строения с разным составом, свойствами и внешними признаками. Твёрдые тела, имеющие от природы форму правильного многогранника. Ну, возьмём вот последнее, да, ответить. У нас хлоп, вот такая вот красная рамочка. Это мы, значит, ответили неправильно. И дальше можно перейти к следующему заданию, а можно решить ещё раз. Нажимаем «Решать ещё раз». И у нас появляется похожее, но другое задание. Правильно. То есть здесь этих заданий много. Можно выбрать для двух, а то и для трёх вариантов, если не больше. То есть задания тоже, но параметры уже другие. Что тоже удобно. То есть одинаковый вопрос будет и первому, и второму варианту. Но параметры другие. Дальше. Если вы хотите получить ответы решения задачи, надо подключить «Я плюс». Здесь у нас все классы. Все классы, в которых вы преподаете. Посмотрим, да. У нас, например, вот здесь сколько людей пользовались. Видно, например. Вот в девятом классе видно, пять человек пользовались. Кто вообще видно? Шесть месяцев назад. То есть как раз дистанционка когда была у нас. То есть они заходили. Видно, сколько баллов набрали. Пупкин Данил, я подозреваю, что это Тимофеенко. То есть вы видите своих учеников, вы видите, кто заходит, вы видите, кто пользуется Я-классом. Насколько полезна эта функция, я вас уверяю, если вам ученики будут отвечать на уроки или писать, вы и так поймёте, что они пользовались Я-классом. Три активных учителя. Кто-то ещё пользуется. Вебинары какие-то проводят. Но у нас такое время проводят, что мы не попадаем. То есть там в два часа, в четыре часа. То есть нам не попасть. Тут, если мы зайдём, мы увидим не только предметы, но ВПРы, ОГЭ, ЕГЭ. Ну, соответственно, они уже все платные. Но подчёркиваю, бесплатные. Бесплатно. Тут материала достаточно. Если брать теорию и чисто тренировать задание, то, в принципе, ну, на первое время этого хватит. Недостаток. Большой недостаток – это отсутствие видео. То, что нет видеороликов – это, конечно, большой недостаток. Ну, а в принципе, так платформа удачная. Сейчас мы с вами зайдём ещё на один ресурс – интернет-урок. И у них есть видео на Ютубе. То есть если вы заходите на Ютуб, набираете просто вот география, например, пятый класс и там формы земли, формы поверхности земли. Да, и эта тема, если есть, она выскочит. Но на Ютубе сейчас многие функции стали неактивны. Например, там тест нельзя пройти. Ну, у меня не получается пройти тест. Поэтому идём на сайт «Интернет-урок». Так. Здесь тоже у нас. Пожалуйста. Надо зарегистрироваться. Ну, тут какие они хорошие, всё ясно. Идём, ну, выберем нашу там биологию, пускай, класс какой-то. Пусть будет пятый класс. Чё, попроще, чтобы самой не накосячить. Текст здесь коротенько. Вот, ну, такой план изучения материала, да, накидом. Берём. Биология, наука о живой природе не очень интересна. Методы исследования в биологии ещё менее интересны. Разнообразие живой природы, царства живых организмов, отличительные признаки. Среда и обитания организмов, экологические факторы, устройство увеличительных приборов, своё строение клетки. Вот это уже интереснее. Идём. Нам, к нам выкладывают такое вот видео. Видео коротенькое. То есть у них там в пределах 15 минут, то есть детям они подходят. Ну, запускаем. Можно сделать полноэкранный режим. Здравствуйте, коллеги. Тема нашего занятия – клетка растений или растительная клетка. Мы недаром начинаем изучение ботаники, изучение растительного организма, именно с клеточным. Маленькая ремарочка. Вот этот вот дяденька очень хорошо излагает материал. А вот если, например, смотреть географию, встречаются ошибки. То есть поэтому здесь надо быть очень внимательным. Готовиться по ним к урокам можно, рекомендовать детям можно, но вот с такими маленькими ремарочками. Вот, собственно, здесь теория. Теория отлично изложена. Если вы плохо видите, если вы плохо видите, зажимаем Ctrl и набираем плюс. И вот это все дело увеличивается, как хотите. Можете увеличить текст, чтобы было хорошо видно. Надо список литературы. Пожалуйста, сами набирайте в интернете, ищите эти источники. Сети интернет. Домашнее задание. Прекрасно. Тут тоже есть платные какие-то функции. Я сейчас не буду по ним проходить. И по ценникам. Мы идем, проходим тест, например. Кто там является одноклеточным. Поехали. Фузория, например. Пигменты. Дальше. Где расположены клеточные поры. Ну, собственно, вот результат. Завершить. То есть, в принципе, можно проверить. Так. Набираем повторить. Повторить. И то же самое можем делать, что и в ЯКЛА. Точно так же можно копировать. Ставить в Word. И, соответственно, то есть, сделать там, составить контроль. Удобно. Так. Теперь мы сходим на YouTube. Если вам не хочется копаться, регистрироваться, то можно сделать немножко проще все. В поисковике, например, набираем, можно по-русски, интернет. Можно даже не набирать интернет-урок. Можно, например, набрать географию. Там, 7 класс. Там, Африка, да? Поехали. И тут вот такое оформление у интернет-урока, да? Особенности природы материка Африка, географическое положение материка Африка. Выглядит это все вот так. Здравствуйте, ребята. Опять-таки, буквально 10 с половиной минут. Сегодня на уроке мы узнаем. А географическое... Ну вот. Единственное, что вот это все работало, сейчас это не работает. Вот они неактивные. Но, опять-таки, здесь есть ссылочка на сам ресурс. На этот ресурс можно перейти. Вы попадаете вот на такую вкладочку. И, пожалуйста, выбираете. Ну, любой предмет там. Вот два ресурса. О котором я вам хотела сказать. Есть еще очень хороший ресурс. Инфо-урок. Но об этом моя коллега расскажет. День 2. Один человек. О котором я вам ... День 2. День 3. Это макия. вот, я вам покажу, вот, да, отяжится. Продолжение следует...